Волгоград 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 Буду отмечать Кимоно у себя для того, чтобы попытаться не запутаться, но ежели это все так случится, уж прошу прощения заранее… Максим Кузьмин Центральный Федеральный Уг Stretch Вот его соперник и только что мелькнул на экранах ваших телевизионных приемников Руслан Магомедов. Северокавказский Федеральный Уг Stretch Бёлое Кемоно У Кузьмина синяя. Ну, у Кузьмина его баллы будут обозначаться соответственно, но так-так-так. Кузьмин, тем не менее, сидит, как будто ждет своего часа. Отправляет арбитр вышедшего на помост спортсмена. Непонятно пока, по какой причине. Очевидно, переодеть кимоно, скорее всего. Вот еще один рефери переводит дух после только что отработанного поединка. Сложно, друзья мои, выходить сложно не только в качестве спортсмена, но, может быть, даже еще сложнее правильно, качественно судить. В противном случае никому сладко не придется. Задумался, что же происходит. Кузьмин сидит в крупном плане, планом на экранах его видим. Да, все-таки, скорее всего, рефери отправил Руслана Магомедова для того, чтобы что-то там, так сказать, переодеть. Я имею в виду кимоно, скорее всего. Это мои предположения, не более того. Как на самом деле мы сейчас увидим. Нет, вернулся в белом. Пояс. А пояс красный. Пояс красный. Ну, почти же-то красный. Фиолетовый. Ну, да ладно. Вот у рефери, я хотел обратить давно, ваше внимание на то, что у рефери на запястьях такие, знаете, есть отличительные такие вот нарукавники, что ли, как это правильно назвать, которые обозначают, кому даны баллы. Вот сейчас два балла, вот синие нарукавнике, видите, с синим нарукавнике поднято. А это значит, что два балла зачетных получает спортсмен в синим. Стало быть, Кузьмин повел в счете после 20 минут с начала вот этого поединка. И уже 4-0 Кузьмин. Смотрите, вот он вроде бы не тюнил, а вот удерживает человека, соперника, именно в таком положении, выдавливая из этого максимум. Пытается уйти что-то и противопоставить ему. Руслан Магомедов пока что, не знаю, насколько это получается, но Кузьмин-то. Заточен, 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 сидел, ждал. Вы посмотрите, как он сидел в позе лотос или в позе буты перед тем, как выйти на этот поединок в ожидании своего соперника. Этого много стоит, это многого стоит. Это дорогого стоит наблюдать вот такие вот картины медитирования спортсменов перед тем, как им вступить в бой. Так, Кузьмин ведет 4-0. Пока что уверенное начало и есть все шансы на то, чтобы так... Ножку захватил Кузьмин своего соперника. Руслан не знает, что с этим делать. Пытается выйти из этой ситуации щекотливой. Малообещающий ему перспектив. На свою очередь, Магомедов пытался захватить ножку. Выкатились оба за пределы спортивного помоста. Оба спортсмена, оба борца. И рефере не оставалось ничего другого, как возвратить их назад, в центр. И балл получает опять-таки... Балл начисляется в пользу Максима Кузьмина. 5-0 уже. Кузьмин ведет поединок и в прямом. И как видите, вот сейчас переносом смысле. Везет, везет сопернику 5 баллов. Опа, встал. Я не знаю, вот эти вот, конечно, вещи в джудобе, они, конечно... А вот видите, все-таки дали 2 балла красному. В данном случае Руслан Магомедов. Он в белом кимоно. Но в цифре 2, это его баллы. Магомедова. У Кузьмина 5 баллов в синем квадратике. Замочек ножками сделал там, все. Обхватил торс Магомедова. Кузьмин. Тот поднимает его. Вот так, что из этого выжмет? Расцепляет ноги. Испавляется от уж, от объятий. Кузьмина. На время. Как видите. Так, захват такой необычный, зашиворот Кузьмин Магомедова схватил. И что из этого выжмет? Вы знаете, между прочим, вот из этой ситуации Кузьмин может выжить, так сказать, очередные зачетные баллы. Как это не может показаться странным. Но это грэплинг, господа мои хорошие. И здесь самое главное. Не действие, но не всегда главное. Не действие, эффективное зрелище. А вот воспользование ситуацией, положением, в том числе и тело. Вот смотрите, сейчас ничего не может сделать Магомедов со своим оппонентом. Да, вот присаживается как-то по замедленным медиа. А Кузьмин, как словно, в хорошем смысле этого слова, клещ вцепился. Впился буквально своего соперника. Да. Ну, Кузьмин, Кузьмин защищается сейчас с намеком на атаку. Вот такая защита, от защиты, знаете, как футбол. Атакует от защиты, так и Кузьмин. Так, зацепил замок Магомедов. Кузьмин готовится, собирается силами, послушал своего секунданта, тренера. Так. Еще давай. Сейчас будет еще пытаться. Так. Кузьмин спокоен, контролирует ситуацию, держит руку на пульсе. Минута осталась, Кузьмин, не лезь туда, не делай это. Сбрасывает мешающему какую-то подвязку там быстренько Магомедов. И, может быть, это ему поможет. Оно 6-2 пока что видим. Только что было 5-2, а уже 6-2. Так. Посемничает, конечно, Магомедов. Не активизируется. Так. Сейчас может быть остренько. Есть. Руку держит судья. Готовится поощрить баллами Магомедова. Да, так и происходит. Два балла Магомедов зарабатывает и сокращает разрыв счета. 6-4. Поза Кузьмина пока что, что сейчас. Еще, по-моему, зачетные баллы дают Магомедову. Смотрим на рейфере. Сколько? На спину. 25 секунд, Максим. На спину, на спину, на три. 25 секунд, Максим. Магомедов. Магомедов. Так. Есть, есть, есть. Облачу. Как это так? Что? Ну, одним словом, заставил он своего трейнера опустить голову. Пригорюнется. Кузьмин в недоумении, правда. Вел, вел. Все было в порядке. Смотрит с надеждой на рейфери. Рейфери как бы, смотрите, объясняет ему что-то. Рейфери слушает, но не реагирует. Так. Разводят бойцов по сторонам. И опять у нас наклевывается пауза. Так и есть. Рейфери отошел в сторону. Кузьмин, конечно, в недоумении стал доказывать что-то рефери. И, наверное, все-таки свои аргументы предъявил настолько убедительно, что тот должен был, вынужден был двинуться в сторону судейского столика и воспользовался советом «Звонок другу». Если приводить в пример одну из известных передач, называть не буду, потому что наша трансляция прямая на телеканале, но которая таким все равно лучше. Хотя бы потому, что мы видим вот такие, мы имеем возможность видеть вот такие вот моменты, вот такие вот эпизоды. Господа мои хорошие, ну согласитесь с этим. Если нет, то присматривайтесь внимательно. Уделите хотя бы некоторое время для того, чтобы задержаться у мониторов ваших телевизионных приемников или приехать сюда, в павильон «Волгоград-экспо». Он расположен, этот павильон «Волгоград-экспо» в Волгоградском дворце спорта профсоюзов. Скоростой дровачек доставит вас быстро. Маршрутки тоже, без комментариев, быстренько. Только от вас нужно только одно – желание. И любовь к спорту, понятное дело. Так, совет идет по поводу того, что же произошло и как должно быть в итоге. С определением победителя в противостоянии Руслана Магомедова и Максима Кузьмина. Да, вы знаете, находясь в незаветном положении с точки зрения счета, Магомедов сумел как-то вот выйти. Правда, Максим Кузьмин не совсем согласился с окончательным решением судей. И сейчас те орбитры, рефери, внимательно смотрят видеоповторы. Вот он, Максим, на экранах крупным планом у вас. Внимателен, сосредоточен почти так же, как и перед поединком. Мы это видели. И помним это. А вот Магомедов покинул татами. Вот они, рефери. Совещание консилиум судейский. Мы здесь видим вице-президента Федерации Всероссийской Грэпплинга и Грэпплинга Ки Виктор Богданов. Вот он с надписью на спине «РУС». Президента Федерации Грэпплинга и Грэпплинга Ки Всероссийской Федерации Резвана Бачкаева. В таком, знаете, сереньком бюджаке. Люди уважаемые, авторитетные. В мире грэпплинга. Ну, очевидно, действительно есть что-то такое, к чему имеет смысл внимательно присмотреться. И вот, наверное, все-таки Максим Кузьмин сумел доказать все то, что эта церемония нужна для того, чтобы решение судей было справедливым и объективным. Вернулся вот Магомедов на ковер и вернулся и рефери. Смотрим решение судьи, что мы видим. Объясняет Максиму что-то там. В этой схватке Магомедов попал поддержкой Магомедов Руслан. Так, все-таки Магомедов Руслан по баллам одержал победу в этой схватке. Тяжелой, нелегкой схватке, равных по силам по большому счету борцов. Вот он победитель, Руслан Магомедов. Ну, а Максиму, я думаю, что не имеет смысла расстраиваться. Почему? Потому что впереди у него еще несколько схваток. И все еще можно поправить, буквально поставить, в хорошем смысле этого слова, сколовы на ноги. Руслан Магомедов Руслан Магомедов. Друзья мои, вот и дошла очередь до очередной местной категории до 77 килограммов. Вот и дошла очередь до пары борцов в составе Эльдара Узайраев, красное кимоно и Артема Кузнецова в кимоно синим. Узайраев представляет Северо-Кавказский федеральный округ. Что касается Кузнецова, то это... Так, тоже Северо-Кавказский, по-моему, федеральный округ. Где-то Приворский федеральный округ. Прошу прощения, это уже вот так. Вот мы видим Зайраев. А вот он, Кузнецов, Артем. Харизматичный такой, не только по прическе, но вообще по манере готовиться к поединку. Вот это устресывание кисти и рук. Сосредоточенность во взгляде и вот такое спокойствие, непокорепимость в исполнении Узайраева. Узайраев, красное кимоно. Кузнецов, чинье кимоно. Весовая категория до 77 килограммов. Чемпионат России по грэплингу. И накануне много-немало путевка на чемпионат мира по этому виду силовых единоборств. Мы видим, что все началось. И счет открыт. Эльдар Узайраев повел. Но вряд ли это введет в состояние Грогия, выражаясь боксерским термином. Артема Кузнецова. Смелее, 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 смелее. Время покажет. Конечно. Мы ждем. Ну, если говорить все как бы вот то, что видно на экранах телевизора, то сейчас, проще говоря, в обращенном виде Артем Кузнецов ушел в оборону. Да, в то время как... Не заходи, не заходи, не заходи. Хотя, в принципе, вот в таком виде, как грэплинг, да еще ги, есть вероятность и из обороны совершить такое действие, которое даст возможность выйти и повести вперед, и повести в счете. ну, это грэплинг-ки. Грэплинг-ки. Продем ноги под себя, левком. Нож не отбросим, левком под себя загляну. Зашеевро взял гуденцов своего оппонента. Немножко так стеснил его в действиях, в движениях. В этом тоже есть смысл. Узайраев не отпускает свою жертву. В конце концов, в хорошем, в известном понимании этого выражения и зарабатывает очередные 3 балла. 5-0 Узайраев пока что ведет в поединке с Кузнецовым. Но вы видели, что люди выходили из ситуации, тоже из ситуации 0-5 проигрывая. Да, но здесь уже еще 4 балла в пользу Узайраева. Кузнецов что-то как-то вот, наверное, должен подумать над тем, чтобы изменить ситуацию. Что-то такое предпринять для того, чтобы переломить ход поединка, складывающегося явно не в его пользу, но тем не менее это не получается. 11-0 уже в пользу Узайраева. Не совсем все так получается у Артема, как задумано им и его тренером. Но это спорт. Узайраев полностью связал, повязал по рукам и ногам буквально своего оппонента Кузнецова в данном случае. и контролирует ситуацию и пока что не видно за счет чего Кузнецов может склонить чашу весов в свою сторону. Не видно, признаюсь. Если вам видно, ну, пожалуйста, давайте будем ждать этого момента. Я тоже так считаю, вот так находиться в статичном положении, ну, наверное, не смотрим а, не совсем а, смотрибельно, б, не совсем, так сказать, полезно с точки зрения пополнения очкового багажа. Секунданты активизируйте, слышу со стороны одного из них давай, 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 в этом, наверное, весь смысл призыва давай активнее, давай, активнее, давай, 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 все это звучит по-русски, все это понятно и действительно заставляет активизироваться и похоже, что Узайраев пытается вот немножечко подвигаться и заставить соперника напрячь его еще раз, еще сильнее и Кузнецов не оставляет таких же попыток и надежд стараются. Вот, казалось бы, статичное положение, сколько сил, да, постоянное напряжение тела, напряжение мышц, энергии, мыслей, психики, а неужели, если дашь себе послабление, то тут же получишь поражение. Время остается все меньше и меньше и оно играет на пользу Узайраева, поведение которого совершенно понятно и объяснимо. Он может получить хоть 10 штрафных баллов за пассивность, а победа будет все равно на его стороне. Даже 11 получит, все равно Узайраев победит, потому что свои 11 баллов он получил благодаря действиям на татами. А если 11 получит за пассивность со своей стороны, то, конечно, преимущество будет 11 баллов полученных за пассивность против 11 заработанных за действия активные. Ну, как бы, рассматривается это в смысле в пользу того спортсмена, который активными действиями своими заработал эти 11 баллов. Ну, 11 баллов за пассивность Узайраеву получить это из области сказок Андерсена за 4 секунды тем более. Да уже активировать нет, поскольку 0-0-0 времени уже. И 11-0 для Кузнецова этот поединок сложился не самым, мягко говоря, лучшим образом, но тем не менее Артем должен настраиваться уже на следующей поединке, а Узайраев с неплохим настроением после этой схватки может думать о том, что будет дальше для него в этом чемпионате по грэпплингу ГИД. Мы же смотрим повторы, которые предоставляет вашему вниманию телеканал Волгоград-1. Внимание! Юрий Сергеевич Пешконов, ваше слово. МОНИТОР ВОЛГА 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 КОНУР приглашается весовая категория до 77 кг. Ахмедов Усва, кожи в муэль МЕДАСУГО 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 Огромное, я говорю, от имени огромной армии телезрителей на телеканале «Волгоград-1» и всех тех, кто принадлежит сопрямую трансляцию по чемпионате России по спортивной борьбе крепленки-крепленки. Гачиев, Макомед, Расул. Рисовая категория до 77 килограммов. Сирия кимоно. И ждем Ислама Ахметова. Вот он, в красном кимоно бежит. Так вот, это две огромной армии телезрителей «Волгоград-1». Я выражаю огромную благодарность за прекрасный показ и всех наших операторов. Телеканал «Волгоград-1» нашего режиссера Юрия Сергеевича Пешихонова, Олега Михайловича Зинченко. И, конечно же, вне всякого сомнения, Екатерину Александровну и Алексею Валерьевича Алтуковых. Гачиев, Макомед, Расул. Весовая категория до 77 килограммов. И Ислам Ахметов. Ребята сейчас будут выяснять между собой отношения на спортивном помосте. В чью пользу завершится вот это вот выяснение. Мы сейчас совсем скоро, спустя 4 минуты 40 секунд, узнаем. Сюжет этой схватки только что начинает завязываться. Следим за этим процессом. Лук. Видим попытку Ахметова провести прием. Вот для этого получается. Но это, знаете ли, в грэплинге красиво, эффектно, но не всегда награждается баллами. Но, тем не менее, все-таки Ахметов получает 1. А красиво-то обросил, бросок был красивый. Но в грэплинге, да, это красиво, да, это смотрибельно. Ну, может быть, в джидо это было здорово. Вот сейчас я вижу и фотографии, и повтор посмотрим. Одним словом, вот все у нас сегодня здорово. И здесь уже можно, наверное, так сказать, совершенно уместным будет упоминание об уровне организации соревнований. Он, по мнению гостей, многочисленных гостей соревнований чемпионата России по грэплингу и грэплингу. И на высочайшем уровне. Действительно, здорово все организовано. Без боев, без сучка, простите, и за туринки. Все это проходит татами в порядке. Задержек между поединками минимум. Судьи судят квалифицированно. Великие и большие гости из Москвы здесь у нас. И сейчас смотрите, как все это делает Ахметов. Но пока что, без пополнения баллов. Потому что здесь главная позиция. Более того, господа мои хорошие, в грэплинге Ги в данном случае может случиться так, что зачетные баллы получит не тот человек, который вот так вот бросает, кричит при этом. Все это эффектно, смотрибельно воспринимается. А тот человек, который вызывает максимум из того или иного, вот как сейчас, положения. Вот сейчас, казалось бы, все в порядке в смысле этого самого положения у Магомеда Расула Гаджиева. Да, он как бы преимущество. А вот кто знает, сумеет ли он воспользоваться этой ситуацией. Вопрос. Ну, в любом случае, Гаджиев пока что ведет в счете, проигрывал до этого. А сейчас уже лидер 2-1. Что будет дальше? Гаджиев пытается, что-то там ищет какие-то подходы. Пытается ручку, соответственно, образом пристроить туда, куда нужно. Так, придушивает или не придушивает. Не видно с этого ракурса. Нам совершенно, смотрю, вот так. Нет, пока что даже ничего, какие-то тенденции к удушающему приему нет. А вот ручку чуть-чуть было не отдал своему сопернику. Посмотрите, как ушел, буквально как ракушка закрылся у Ахметов. И не так к нему не подлезть. И не это, это мастерство тоже. Вот попробуйте-ка вот так вот удержаться в таком положении, как ракушку. Так не пустить того, кто пытается что-то там, знаете ли, вот как-то с вами сделать. Да. Нога. Да, ну, защите, конечно, она вроде бы нога как бы в объятиях. Ахметова нога, Гаджиева была. Ну, вот и сейчас так оно продолжается. Но ничего похожего на возможность болевого приема я пока что не нахожу. Пока что идет вот как бы подготовительная процедура к тому, чтобы было совершено какое-то действие. А рефери пока что стоит и не видит вот в том, что сейчас происходит, пассивного ведения схватки. А время остается минуты 15. Счет минимальный. 2-1 к пользу Гаджиева. Ахметов не оставляет попыток. У него тут ушел защиту, оборону под дико. Вот он, смотрите, как вот такой борец в кимоно в красном с головой ушел в себя буквально. И вот сейчас, вы знаете, вот такая позиция, она, ну, скажем так, не лишает возможности борца в красном кимоно. Как-то вот взорваться, что я ожидал, собственно говоря. И концовочку встречи провести на мажоре. Нет, не получилось. Гаджиев был на чеку. Был готовым вот к такого рода действиям. А вот, смотрите, Ахметов пристал за 10 секунд до окончания схватки и прилег опять. Ну, здесь 5 секунд, конечно, здесь уже Ахметов может, так сказать, нет. Ахметов, 6-1 уже. Еще 5 баллов Гаджиев. Жал, 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 жал. И вот из этой ситуации он все-таки выжил 5 баллов. 4, точнее, балла, которые принесли ему победу итоговую. Магомед Расул Гаджиев. Мы поздравляем очередного победителя в очередной схватке весовой категории до 77 килограммов. Все это в прямой трансляции на телеканале «Вагоград-1». Это чемпионат России по грэплингу и грэплингу ки. Так, ребята, сейчас я проведу подготовочку к тому, чтобы зачитать победителей и призеров вчерашнего дня нашего турнира. А пока что посмотрите, наслаждайтесь! На который приглашаются борцы весовой категории до 84 килограммов. Гусейнов Абдул-Бари и Рагиев Магомед Хан. Субтитры сделал DimaTorzok